Перспективы и ближайшие планы администрации сельского поселения Развилковская, многочисленные мероприятия, отчеты о проделанной работе, теперь все это посельчане смогут найти на страницах новой местной газеты «Моя Развилка». Издание обещает быть интересным и максимально полезным для жителей. С первым выпуском газеты уже ознакомилась наш корреспондент Лариса Вольнова. Подробности далее. Для жителей сельского поселения Развилковская важно своевременно узнавать новости местного значения. Зачастую имеющихся источников информации не хватает, и у населения скапливается много вопросов. В целях устранения информационного вакуума администрации поселения было принято решение издать свою газету. На днях в здании Видновского профессионального колледжа состоялась праздничная презентация по поводу выхода в свет первого номера газеты «Моя Развилка». Нам бы, конечно, хотелось, чтобы в этой газете, конечно, отображались такие злободневные вопросы, которые интересуют, которые мы в силах решить на местах и вместе с нашей общественностью. Ну и, конечно же, надо не забывать и о культуре, и о нравственности, о досуге наших жителей. Поэтому я думаю, что эта газета будет полезна всем. Основная задача, которую ставят создатели нового печатного издания, это диалог между властью и жителями. И, как подчеркнула глава поселения, на страницах газеты всегда будет место разумным предложениям и справедливым замечаниям. Посельчане порадовались долгожданному появлению нового информационного ресурса и уже выступили с некоторыми предложениями. Надеемся, что вопросы будут серьёзные и хорошие, а может и плохие, жизнь сложная. Но она нам очень нужна, очень нужна. И мы очень рады. Уделить на страницах этой газеты внимание социальным вопросам. В частности, предстоит изменение тарифов на оплату электроэнергии. Очень там не очень чётко так изложено это дело, но оно очень беспокоит людей, особенно пенсионеров. Тираж газеты небольшой – тысяча экземпляров. Но это только начало. В дальнейшем их количество планируют увеличить. Новые выпуски газеты «Моя развилка» будут выходить с периодичностью два раза в месяц. Их будут распространять бесплатно не только в посёлке, но и по деревням, где жители особенно плохо осведомлены. Также со временем местную газету зарегистрируют в Министерстве связи и информации и тем самым придадут ей полный официальный статус. Лариса Вольнова и я, Дамия Наталья Буслаева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова